Этим трудягам и самим нелегко работать в аномальную жару, но тем не менее ежедневно они косят траву и дикорастущие растения, облагораживая внешний вид города и очищая улицы от зарослей. Плановые мероприятия на этот раз проводят по улице Картоева. Вчера проводились эти работы на территории района, где построены дома, в районе Юбилейного, в 105 массиве. Ранее проводились рядом с железнодорожной станцией города Назрань. Вот систематически по плану они проводятся по всей территории города. Другое дело амброзия. Со слов представителей мэрии, сорняки хоть и не массово, но прорастают в различных частях города. И тут приходится быть начеку. Особое внимание выделяют территориям, прилегающим к образовательным учреждениям. Устраняют карантинное растение по улице Алханчурская. Справа и слева вдоль трассы протяженностью в один километр растения уже покосили. Со слов директора специализированного коммунального предприятия, аналогичные работы проводят и в локациях города. В частности и по проспекту Базоркино, улица Московская и во всем центральном округе. Особенность амброзии в ее устойчивости. Если это растение скосить в период первого произрастания, она образует в два, а то и в три раза больше молодых побегов, чем было. Одноразовое скашивание поэтому не рекомендуется. Эффективнее будет устранять вредный сорняк до пяти раз за сезон. У этого, на первый взгляд, красивого однолетнего растения с разными листочками. И имя красивое амброзия полынно-листная. Но на этом все очарование и заканчивается. Растения приносят столько вреда, что в пору схватится за голову. Амброзия истощает и исущает почву, вредит произрастанию сельхозкультур и вытесняет луговые травы. Если сорняк попал в сено, то его кормовые качества снижаются. И, соответственно, эта пища вредна для дойного скота. Но наибольшую опасность амброзия представляет для аллергиков. Пыльца растения, попадая на слизистую оболочку носа, вызывает тяжелейшие бронхиты, конъюнктивит, насморк, повышение температуры, вплоть до приступа в астмы. Под раздачу вредного воздействия амброзии попадают все, кто оказался в относительной от нее близости. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.